мы уже хочу вам показать что холод делает с кошками то они друг друга гоняют а тут лежат рядом друг с другом очень уже близко конечно не в обнимочку люся не дает им слабости мелким да но уже все таки как то вы меня дружненько лежите молодцы умницы мои но в квартирке потеплее все таки с помощью вот этого агрегата я включаю его конечно не на постоянно он сушит потому что воздух надо его будет не там где-то стоит вот еще кстати один аппарат керхеровский мне парочиститель здесь у меня стоит увлажнитель этого надо будет достать заказать воду и рядышком поставить чтобы не высушила воздух иначе у котят полезет шерсть мне этого не совершенно не хочется от сухости павлик ушел за сигаретами и поднялся сейчас он покажу чай купили мы там в этом магазине быстро так и вам хочу порекомендовать одну штуку вот короче мне врач лор сказала что органы типа ухо горло носа мирами стенами особенно глотки и носа нельзя пользоваться короче это для больше для интимной всякой гигиены для других историй связаны с обработкой от бактерий и не мирами стенам них лоргексидином я кстати купил он 200 с чем-то рублей стоит ну куда-то положим может чем-то 22 года что он до какого в общем неважно посмотрим 36 месяцев 20 в июне его сделали свеженький ну короче он высушивает не высушивают слизистую и убивают не только плохие микробы но и также хорошие это именно с органами лора связано поэтому короче исключить сказала не не полоскать потому что потому что она еще и высушивают оказывается носа полос и все и глотку и тогда и тому подобное вот а это у меня анализы ты сегодня сходил заплатил деньги прием 1700 стоит прием еще и 1700 стоило открыто и 1700 стоило промыть гланды ну чек я показывал купил молодец так чек я вам показывал на 2 700 зертек назначили это обыкновенное противоаллергическое средство но он очень хорошо действует еще для органов носа глотки она уменьшает отечность потом назначили бит 1 и отцать и не помню чего он бит один отчего павлик наверно помнит росток для местного и наружного применения полоскать там тунварде на йоде вот как раз и без сахара и вот это кстати с йодом очень хорошая штука потому что йод он как раз убивает ненужные микробы которые есть в углу глотки а нужные оставляет короче только скажем попроще потом значит нос еще промывать но есть дельфин есть аквалор ну я вот им всегда пользовался раньше самое главное чтобы это был душ и мне сказали не прямая струя душ оки это не знаю что типа не наркотическое какое-то средство что-то паша говорю противовоспалительные кетопрофен здесь составе он и обезболивает и короче отечность снимает и общем воспаление в общем это есть каплях вот для полоскания мне сказали купить для того чтобы пить внутрь на один пакетик на 100 миллилитров разводится ну и самое важное вот это вот средство которое очень хорошая на за next тут хроник с с носом чтобы слезть с сосудосуживающих препаратов от на за next очень хорошее средство я знал что оно очень хорошее почему потому что мне его сразу рекомендовали очень хороший врач лор но сегодня я еще раз убедился потому что есть у них заменители это типа ну не типа это настоящий производитель то есть тот кто произвел изобрел это лекарство лекарственное средство на за next вот он до фирма вот это им сиди есть естественно что составе но мета зон да и делают уже другие какие-то производители вот например на зафирин но она сказала что это полная фигня он намного дешевле стоит нужно брать оригинал то есть сначала я буду копать обыкновенный сосудосуживающий препарат от ревин и лучше братья сказали кси ксила метазолин не окси метазолина ксилами тазолин потом это промывается с помощью аквалора высмаркивается выхаркивается и вот вот эта фигня накопительного действия в общем вот это вот лечение всего лишь но вот я хотел показать то можно я посмотрю покажу и вот и сегодня пошел мне поставили диагноз вот врачу мы агент диагноз то здесь супа супу супу сопутствующий острый господи читаю как дебил сопутствующий ларингит сопутствующий хронический фрагмент фрагмент фрафа рингит что-то у меня с чтением сопутствующие смешанная носова смещенная носовая перегородка короче мне сказали и тоже типа оперировать но я чё-то не знаю как наши бабушки дедушки жили с этими смещенными перегородки потому что паша тоже смещенная перегородка не приобретенная с детства врожденная и они всем сейчас рекомендуют делать эти операции дорогостоящие вообще конечно нужно их делать но я что во первых побаиваюсь и не знаю что делать ну и тут куча назначений что назначили и вот этот вот анализ а с л о а с л о вот орки машине развел сейчас будем пить и покажем что что там сидишь они лежали практически вместе прямо на 10 сантиметров мира друг от друга ну вот будем пить час за моё и за ваше здоровье не болейте сладенькая просто водичка такая с каким-то ментолами чем-то таким нормально сладкое бывает лучше чем люгуль паблик купили короче на пасту такую штуку типа это для пиццы но я буду пасту делать ну цена не помню сколько но я вам все показывал 11 картошку в твоем доме ни разу не попали хочу сегодня снять мукбан прямо вот такой домашний но из приготовил уже это в другом влоге яблочки давно не покупал так захотел яблок уксбекские яблочки стоят азербайджанские стоит 90 рублей килограмм очень красиво выглядят такие грамма аппетитные яблочки смотрите я четыре штучки взял таблики нет но я значит я очень люблю кстати яблоки ой вот эта мечта моя я кстати брал мандариновые апельсиновые ну вот нашли именно там вот такие мармеладки ударница очень вкусные если кто-то найдет берите прямо супер еще какие-то дамы смотрели у них еще какие то есть подобные но круче еще какие-то бывают ну короче взяли а а покажи невкусные которые не понравились купили тоже мармелад сборный он вообще невкусный ребята просто невкусный вот желейный но короче я они там всякими формочками но вот там вот видите но я не увидел ну вкус и вообще никакого то есть разница не так-то красиво выглядят видите мандаринки сам и живи к малинка вот это вот дыня что ли но вкуса вообще никакого нет то есть не не отличается по вкусу не лично для меня поэтому для меня вот самый вкусный мармеладик вот такой ударница мне очень понравился потом купили вот такие вот все-таки небольшую пачку там немецкий да или итальянские итальянские вафельки но это еще не за россии потом что-то не сколько стоит 129 рублей 119 рублей да по акции скидка потом паша какой-то вход торт увидел ли стоит такое печенье какой-то какао кто-то кто виталия тоже производитель четко вать будешь они такие универные упаковки супер италия вражеская страна российской федерации но сука таких сука литературное слово если что но такие вкусные песочные печенья 400 рублей без акции 400 рублей без акции прямо не сладкие чуть-чуть прямо такие ну знаете у нас бывает такое как насластят так блин даже как пальмовый жир по-итальянски там же перевод есть уже наклейка не имеет права продавать там нету пальмового жира мутам дети есть пишут растительный жир у нас наши коровки я показал есть хорошо в пониженном поддержании обжиренной пасты фундака сухое обезжиренное молоко сахар растительный маргарин кокосовое масло подсолнечное масло сливочное масло яйца разрухитель гидрокарбонат натрия динатриевый дефекат аммония сухое обезжиренное молоко ароматизатор я хочу сказать что я читал во влоге в том где мы с тобой гуляли там я взял эту коровку или как это называется вафли там на втором месте сразу написано заменителем животного жира как-то так короче с пальмовым маслом 2 или 3 после муки сахара 2 а то сейчас натика придет мне брови красить надо быстро съесть пока она не увидела мы такие что-то где-то подобные покупали в азбуке вкуса по моему на давненько правда очень вкусно может наде конечно пошутил на области если нужно нужно душу у нас постоянно на диете это радует очень хороший соседка всегда нас угощает всем приносит то салаты то рулеты кстати давно надя не приносила рулеты с семгой очень вкусные вот скрабовым мясом как-то не очень скрабовым палочками ну как-то так вот знаешь а вот с лососем вот самое то поэтому вот пути и купили думать тебе понравится и ты попробуешь ну не знаю пробовал не пробовал мы решили тебе вот на подарок купить этот из фейхуи или как она называется эта история азербайджан но и вот апельсин захочешь так попробуем нет так угостим чем-то еще все ребят пошел промываться в этой штукой пойдемте вам покажу как это я буду делать процедура так себе но короче вот такая штука нажимаете за видеть не вы не увидите восстановите как душ сказала что она встать прямо нажимать и до того как почувствуете что вода пошла по носоглотки вниз высмаркиваться все будем сейчас одну до с другого очищать просите и вторую тоже тут у тебя перегородка кривая поэтому плохо идет в этом из другом левого но лучше такой контент чем как и в туалете правда ведь зато научитесь как правильно ухаживать за собой по крайней мере я закрыт салфетками так что вот все а теперь нам нужно будет побрызгать вот этим вот этой штукой называется через 10 минут да все но у меня туда совсем то не пошло я просто высморкался вперед надо убрать все наверное это туда наверх что тут у нас как у пенсионера обычно все вот здесь если сначала я заболею потом паша у нас это вот так вот все вряд ты знаете для чего для того чтобы не забыть что выпить или при упринь это но у нас еще и вот здесь все это лежит у нас все заставлено еще и вот здесь целая полка лекарств нет давай-ка это ванна может быть ничего надо разобрать что не что нет и надо вот это кстати начать пить купили такое дорогущее средство хорошие этот для головы как это называется глицина и мы его не пьем а у меня все чаще и чаще слова начинают забывать не знаю что будем в картошку мандире делать либо по-домашнему либо мы запечем у нас килька есть у нас селедка есть что у нас что там есть помидорки половинки у нас кошки дома я включил обогреватель у нас все хорошо уютно думать что грязь какая-то так ну что еще ну сок мы не будем конечно убирать в холодильник можно только просто на подоконник поставить чтобы он такой знаешь был не теплая еле-еле холодненький блин ребята кто знает как помыть эти кепки как стираются кепки несколько раз испортил кепки вот она старая кепка замызганная не можно общего свистнуть а вот эти вот надо конечно мыть синие это ведь все в соли от юга еще морская соль вот это нужно как-то мыть а как стиральные машинки чтобы они главное вот это вот место не испортилась потому что она может осесть вот это само место и все и форму потеряет также как здесь ведь она у меня сложек соль вот так вот сложилось хоть и на банку одевал не знаю что банки то трехлитровые редко сейчас в общем сентябрь ребята уже сентябрь кстати такая удобная штука света нам дарила у меня тут ручка правда я уже отсюда сточил она у меня тут качают ручка качают у меня вот она мне отсюда ручка качают вот но у меня тут правда еще одна есть но я сюда мне тут удобнее и листочки сентябрь раз тут все смотришь сразу отрывается свет как с этим не делает заказ один я вам потом покажу либо на ее канале либо у меня подарок для моего племянника вот мы поедем чем творческий человек можете зайти к ней на канал я оставлю ссылку в описании под видео посмотрите какие она прикольные альбомы всяких готовит делает сейчас буду горло полоскать это что йода это что такое бед вот один вот мне какой-то такой херня сегодня на и промывал вот такого цвета вот здесь где в таком здесь а здесь дает вот она короче сказала полоскать да вот что-то вот такого же цвета и было она не полоскала ну промывала там с такой спицей хочу вот это все нужно полоскать зачем там столько полоскать да на несколько раз наверно нет сто сто пятьдесят грамм воды 150 ну так еще 150 грамм выполаскивать ну так не знаю пойдемте ребята полоскать лечиться о мадам можно тебе присоединюсь ребята у нас до сих пор мухи летают я не знаю что с ними откуда они так надо вот так застегнуться а то я белую футболку это ладно хоть постирать можно будет что мухи мухи просто вообще полный полный дом подъезд у лифтов на первом этаже мухи 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 просто нереально ну так я наверно один раз прополощу два глотка сделаю выброшу в смысле поставлю до вечера или чо это все нужно вы 200 миллилитров полоскать все прополоскал теперь на за next 15 он прошло против после этого промывания аквалором и капли нужно копать все они по прямым углом а немножко как бы сторону сторону вот этого края глаза вот так и вот так направлять форсунки эти но это я знал это просто мало ли кто не знает так спускаем два пшика и вдыхаем потом эта штука накопительная на за next гормон не влияет на толщину вашего тела еще что-то накопительного действия а потом сосудосуживающие мы просто каждый раз будем меньше 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 капать три раза в день или там четыре раза в день вы капали потом три раза в день потом два раза в день потом только утром или только на ночь и потом просто полностью слезает единственное что вот эта штука достаточно дорогая но зависимости от пшиков здесь у меня 120 доз есть по моему 60 доз 60 доз дешевле стоит но это на самом деле я слазил уже с капель это практически два с лишним года не капался сосудосуживающим по он даже ирине малого как-то рекламировал советовал вот эту вот штуку на за next сейчас паша как раз с мамой поговорит насчет этих штук каких там что сшить подстилочки эти кухонные все разбежались по разным углам это ко мне он так любит когда ее качаю вот так вот я ногой лежу например качаю кстати ваша мама еще такие штуки вяжет прикольные слитки или как они называются тоже можете кому надо заказать я не умею вязать не умею хотя раньше очень хотел научиться мне даже девчонки подружки июля поздеева была раньше такая профессия так и подождите в общем я вот так качаю ногой с детства люсе нравится она укачивается и начинает засыпать и дремать часы уляжется какие нравится она еще умываться в общем так вот покачаешь ногу накачается как на волнах и смотрю дремает вот короче и раньше представляете я даже не знал но подруга вот у меня юля поздеева подруга детства училась на вязальщицу все такая профессия была техникум или училище вязальщицы прямо училась там сколько три там года защищала диплом что-то там какую-то вязала не помню там кофту или какой-то ну что-то такое вот как для дипломов да там и медицинском у нас свои были дипломные какие-то работы но практика государственные государственные экзамены ну такой вот дипломы никакой не писали в медицинский у нас такого не было у нас была государственная практика простые практики потом государственная практика государственные экзамены по специальностям вот в институте по режиссуре да уже писали то есть были государственные экзамены плюс были государственная практика и потом уже вот защита диплома было а тут промышле швия была юлька училась прямо на швию прямо удивительно даже но зато человек научился сейчас работает совершенно по другой специальности но зато это так же как и мне в медицине медицина мне пригодилась по жизни юлии вот пригодилась вязание наверно что-то все-таки она вяжет своей семье вот у меня многие кто-то из вас пишут что там я рукодел рукодел это еще и другое 5 10 вот я честно говоря кто-то не умеет банки закатывать а я никогда не умел например шить но это наверное женское дело хотя очень много швей модельеров мужчин да это изначально была и мужская специальность сколько знаменитых модельеров мужчин которые весь мир одевают и гуру в моде вот у нее тоже была мечта научиться именно шить машинка чтобы было чтобы хотя бы какие-то элементарные вещи там постельное белье нашить либо что-то подшить либо там где-то какие-то штаны прохудились либо там шторы подшить либо там штаны ну что-то такое вот просто элементарное простое самое никак не не так и не научился и связанием также хотя вязание набирать петли я научился потом уже все забросил это дело поэтому каждому свое кто-то наоборот умеет стихи писать музыку картины кто-то может банки закатывать цели не делать вот а я вот не умею кстати писать стихи хотя тоже всегда хотел это научиться делать кварцевание откуда у тебя кварц сейчас говорит кварцеванием будет ку-ку кучу тайный говорит кукнутый то исполнил на один мечту плюнули в чем-то сказал вы можете плюнуть на меня мой надюшину ты тоже узнаешь как елена степаненко как скажешь так скажешь чё картошку поставить чтобы стояла либо уже потом как она сделает мне все отварим конечно ты не полезная картошка банк с ними наверно не всегда же мог банки снимать с осетриной и стерлядью камень я а мне через сколько можно есть я хотел сливу съесть 20-30 минут 40 ну как-то не прошло ну как-то не прошло сам ходит я статус сливу клюкву в сахаре то хотел и мечтал попробовали там один сахар пудр сахарная клюквы ты нет покажи я покажу купили во вкус вилл клюкву в сахаре ну такой пожалуйста . рассыплю так это выглядит может цвет от эти ты можешь разгрызть показать как ты как-то разгрызал показывал клюква ой блин клюква вот и столько сахара просто ужас куда зайчик ходили здесь во вкус вилл наш знакомый директор нашего магазина лерка уходит в цикл с октября из магазина столько лет проработал представьте девка столько отдала пота крови нервов слез этому магазину потому что она самого открытия ну вот короче сколько она нам помогала с продуктами ну смысле советовала и там где-то какие-то что-то продукты по скидке делала но остается у вкус вилл на уходит другое место работать конечно жалко ну ладно чё каждый человек убирает там где ему лучше мы будем желаем успехов в развитии дальнейшего на просторах торговли но в другую немножко стезе так такая погода там вообще ужас какой-то маруся как собачка сидит положили и спать так подтолкни когти вчера подстригли и все кстати никак не могу надо будет обязательно купить с аванса таблетки глистогонные потому что я весной им хотел дать потом перед отъездом хотел дать и сейчас приехали все никак руки не доходит надо купить им глистогонные где-то 4 рублей 800 на двоих стоит но нужно давать потому что одна из рыбу от тунца другом тут и мухи были без нас и мухи сами знаете могут перенесить что попало едят они с общих мисок глистогонить обязательно обеих но это во первых и здоровье кошек но и безопасность нашей 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 с пашей не заразиться этими глистыми инвазиями а ну чё ты и так марусинка иди сюда маруся будешь до 5 утра будет 5 утра ты сына просто уйдет от тебя еще на улице холодно а у нас дома тепло это какой-то мультик был кошка там пускала искры на улице холод такой мороз советский старый мультик девочка а девочка была дома девочка была дома и кошка пускала такие искры надя пришла пошлите красить брови кто-то надя у нас тут приобрела кое-что вот спасибо да все вот тут уже передали денежки за этот за прихватки здесь за товар короче да в общем все привезем либо перечислим на карточку просто надя говорит наличку дала короче это ну я говорю просто мама пашина не поймет подумать что это мы просто сами взяли деньги перечислили нет 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 это надя соседка пришла и да и и приобрела обалдела от красоты спросила а тут мне такую красоту выложили в общем все отправим да спасибо большое фантастика в общем все сделали брови но сейчас немножко яркие еще потому что надеюсь каким каким-то маслом может чтобы дольше держалась но на юге были адекватные хорошие брови которые долгами держались надя спасибо тебе большое и что она еще придумала немножко конечно и нагретит отличился от основной бороды вот эту седали седину тоже закрасили поэтому мне кажется достаточно нормально может яркого то конечно но сразу лицо другого видите стало ну к сожалению его так либо так есть же разница кто-то скажет так не по-мужски мне хочется быть красивым и молодым всегда стараться по крайней мере это как-то продолжать подольше делать а брови вот у меня к сожалению такие всегда светлые были тем более после юга их практически не было нормально и а а и и